Для вязания узора нам потребуется деккер на 2 иглы и на 1 углу. Раппорт 4 иглы в рабочем положении, 1 в заднем, 2 в рабочем. 4, 1, 2, 1. 4, 1, 2, 1. И наша задача 4 иглы превратить в 2. Сдвинув петли из широких частей на узкую. Провязываем, передвигаем. От широкой части из 4 петель мы сдвигаем в сторону 2 петель. Делается это за несколько этапов. Освобождившиеся иглы ставим в заднее положение и проверяем, что они там у нас остаются. Петли пошли сдвигаться, продолжаем двигать еще на один шаг. Петли saw. Петли. Продолжение следует... Проверяем иглы в заднем положении. У нас остается в заднем. 4, 4, 4, 4. Два ряда. Берем одну углу и 4 иглы превращаем в две. Проверяем иглы в заднем положении, ставим задние два ряда. Таким образом мы стянули достаточно большое количество полотна и они остались у нас на двух иглах. Нам нужно компенсировать убранные иглы. Поэтому там где у нас две иглы, у нас становится четыре. Нам надо добавить две иголочки. Две иголочки. И помним еще две иглы в центре. Одна сверху, одна снизу. Берем протяжки из только что провязанных двух рядов. Надеваем одну на верхнюю протяжку на одну иглу, на вторую нижнюю протяжку. Верхнюю протяжку, нижнюю протяжку. Образуем змейку. У нас получается четыре иглы, пробел две иглы. Если здесь у меня была нижняя протяжка, то для второй стороны я тоже беру нижнюю протяжку. У меня получается четыре иглы. Две. Четыре. Две. Четыре. Опять разбор игл ровно тот, с которым мы с вами начинали. Такой способ закрывать большое количество пропущенных игл очень удобен. Он дает ровную линию и при этом не стягивает полотно. Очень удобно. Приверяем в два. И у нас должно получиться четыре. Два, четыре, два, четыре, два игла в заднем положении. Шесть рядов. Провязывание узора мы начинаем ровно с этого места. Убираем блок четыре иглы, переводим его в сторону двух игл. И в итоге он у нас исчезает совсем, получается отверстие. Компенсируем его из протяжек нижележащего ряда. И таким образом в шахматном порядке у нас получается очень интересный, необычный узор. Сдвигаем, сдвигаем и продолжаем ровно такое количество рядов, которые нужны для вязания нашего изделия. Продолжение следует...